Домашняя обстановка Дженнифера и Джулиана была очень нормальной, пока Дженнифер не родила прекрасную дочь. С этого момента их семейная кошка Луна полностью изменила ситуацию. Луна не позволяла их дочери спать одной, и когда они расставались, она не переставала мёкать. Когда Джулиан понял, что происходит, он испытал самый сильный шок в своей жизни. Есть много семей, которые хотели бы растить своих детей с домашними животными. Но затем он немедленно вызвал полицию, и они приехали со всеми доступными офицерами, когда прибыл первый полицейский. Он не мог поверить в то, чему был свидетелем. Как могла кошка заметить это? Он сказал Джулиану, что тот должен быть очень счастлив с таким наблюдательным котом. В глубине души Джулиан знал, что облажался. Это он должен был защищать свою дочь, задавая вопросы, когда вас допрашивают представители власти. Иногда ваши естественные реакции будут страх и шок, поскольку вы знаете, что не сделали ничего плохого. Через несколько минут на место происшествия прибыло ещё поменьше мерить дюжина полицейских машин. Они сразу же начали задавать вопросы как Джулиану, так и Дженнифер. Пора была в шоке, до сих пор они понятия не имели о серьёзности ситуации. Но тот факт, что власти засыпали этими вопросами, становится тревожным, поскольку вы понятия не имеете, почему вас допрашивают. Представьте, что вас пытаются заставить ответить на что-то, о чем вы понятия не имеете, по какой причине вас допрашивают и ожидают, что вы ответите правдиво. И то, зачем пришли офицеры, наверняка вызывало тревогу. Но тот факт, что это уже началось, когда Дженнифер была беременна, был ещё более тревожным. Они доверились не тем людям. Но почему Луна отказалась позволить их дочери спать одной? И что Джулиан в конце концов выяснил, что такое большое присутствие полиции было необходимо. Прежде чем что-либо ещё или даже до того, как были задействованы домашние животные, первое, что Джулиан и Дженнифер хотели испытать, это привнести новую жизнь в их скучный мир. Когда они наконец получили то, на что надеялись, все шло по плану. С другой стороны, что ещё могло пойти не так, когда все становилось на своё место. Все началось, когда Дженнифер наконец забеременела, они оба очень долго этого хотели. Однако было кое-что, что не давало покоям обоим их кошка Луна. Они сомневались в её реакции на ребёнка. Сообщить новость их семье и их кошке уже само по себе было непросто. Проблема заключалась не в том, как сложится беременность, но поскольку их кошка уже стала частью семьи, цель состояла в том, чтобы убедиться, что их кошка понимает, что должно произойти и реагирует так, как они могут справиться. И вот однажды, когда Луна наконец заметила, что Дженнифер беременна, она начала постоянно мяукать у живота Дженнифер. Представьте, что ваш питомец уделяет так много внимания только одной части вашего тела. Это кажется подозрительным и неожиданным. Луна, казалось, была недовольна беременностью, она начала вести себя действительно странно. Дженнифер по-настоящему испугалась этого странного поведения. Выбор того, будут ли они держать свою кошку или нет, релся в их мозг. Они либо теряют ценного члена семьи, либо подвергают опасности жизнь своего драгоценного дара. Никому не даётся легко принять это решение, и для Дженнифера это тоже была не прогулка в парке, но ей пришлось выбирать. Они не могли понять, что вызывает такое поведение. Чувствовала ли Луна угрозу или с ребёнком было что-то не так, что Луна могла почувствовать? Сможет ли Луна смириться с тем фактом, что её хозяева теперь будут делить своё внимание между ней и их новорожденным малышом? Дженнифер должна была получить ответы, и быстро, пока не стало слишком поздно. Когда ребёнок родился, всё, что оставалось сделать, это разобраться в сложившейся ситуации и посмотреть, в чем заключается истинная проблема. Некоторые родители сразу же с лёгкостью забрали бы своего ребёнка домой, но у Дженнифер не было такого сценария, как у них. Она всё ещё не знала, как отреагирует Луна, и не хотела причинять вред своему ребёнку. В первые несколько недель, казалось, всё шло нормально. Никто не хочет, чтобы их ребёнок чувствовал себя неловко, иначе они стали бы спать по ночам, не зная, что может случиться. И Дженнифер, и Джулиан были дома, чтобы позаботиться о своей маленькой девочке. Луна, казалось, успокоилась. Но когда они начали работать, Ева позвонила им с некоторыми тревожными новостями. Дело в том, что Луна не сразу познакомилась с ребёнком, и когда они были разлучены, или когда Луна ещё не была представлена Лиле, она вела себя так, что это касалось Ева. Как будто у Евы возникла дополнительная проблема, как обращаться с Луной, поскольку она была далеко от своих хозяев, следующим лучшим решением было бы справиться с этим лицом к лицу. Она сказала Дженнифер, что Луна отказалась позволить Лиле спать одной. Луна не оставляла её. Дженнифер была совершенно сбита с толку. Когда она рассказала Джулиану, он не придал этому большого значения. Чего они не ожидали, так это того, что Луна не была не. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...